Здравствуйте, к вам участковых избирательных комиссий 3048. Рассказываем о выборах. Не все здоровы физически. Опять же, хорошо, что голосование три дня идет. Кто-то может в пятницу, кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Поэтому это хороший выбор для нас, и это удобно. Если избирательный участок был перенесен, то обходчики напомнят и об этом. Ирина Хохлова считает выборы обязательной процедурой и рада, что ее участок стал еще ближе к дому. То, что перенесли избирательный участок, это очень хорошо и удобно, потому что, ну, допустим, в нашем возрасте более-менее молодые мы туда ходим еще спокойно и нормально, а те, кто более пенсионного возраста, спуск с горы, подъем в горы туда до 46-й школы, это было крайне неудобно. И то, что сейчас прислушались и перенесли процедуру. Узнать представителя избирательной комиссии легко. Они одеты в жилетки, у них сумки и нагрудные знаки с символикой выборов. Всем избирателям обходчик показывает свое удостоверение и паспорт, вручает приглашение на выборы, буклет с информацией о кандидатах и памятку о том, как и когда можно проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Всех наших избирателей призываю нас пускать и, конечно, всех мы ждем на избирательных участках. Это очень важно для нашей страны сейчас, в это время, показать, какие мы дружные, общные, показать пример нашим детям, что нужно ходить на выборы, что это, в принципе, праздник. Дается для этого три дня, чтобы отдать свой голос за будущее нашей страны. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 18 лет. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.